Хей ребят, все мы Рон Дон Дон, Сонни здесь, точнее гоночные руки и ноги Сончика. Добро пожаловать, так сказать, обновленный формат и вы удивитесь, но это Forza Motorsport 7. Чего это вдруг меня торкнуло запустить эту игру, потому что если вы давно следите за моим каналом, то вы знаете, что я один из тех людей, который жестко критикует или можно сказать даже хейтит практически эту игру. Не потому что мне она не нравится как игра, а всегда у меня была вот претензия вот реальная к серии Forza Motorsport 5, 6 и 7, вот конкретно к этим трем частям, то что это не игра, а бенчмарк. Красивая картинка, да, классный геймплей, то-се, но физика, конечно, в этой игре меня всегда поражала и немножко раздражала. Так вот, чего это я вдруг решил запустить этот проект, причем мне стало интересно. Ну, во-первых, давно не запускал, так сказать, освежить память хочется. Во-вторых, у нас совсем скоро выходит новая Forza Motorsport, которая обещает быть там супер-пупер навороченной, но я так, знаете, аккуратно, так сказать, жду, посмотрю, что он такой будет. Но мне недавно написал один из подписчиков, типа, слушай, я вот зашел в Forza Motorsport 7 и оказывается, что если здесь немножко подстраивать автомобили, то игра вполне себе прикольная и становится приятная. А именно, он мне объяснил, что основная проблема данной игры, это то, что абсолютно на всех тачках баланс тормозов стоит 50 на 50. И, как вы понимаете, при таком положении дел на торможении, а это основная, наверное, проблема для меня была в этой игре, любая машина будет выставляться боком, поскольку, когда автомобиль тормозит, то масса с жопы переносится на переднюю ось, и жопа разгружается, и таким образом, что если тормоза работают 50 на 50, то задняя часть начинает блокироваться. Именно поэтому на всех автомобилях, в общем-то, спереди стоят тормозные суппорта, тормозная система увеличенная, а сзади уменьшенная, как правило, там скобая или что-то такое, и распределяется все это безобразие примерно там 65 на 35. Ну, там плюс-минус, в зависимости от конкретного автомобиля. Есть там нюансы, допустим, мотор спереди или сзади, там средняя моторная машина и так далее. Ну, в общем-то, 50 на 50 это неправильно, и знаете что? Я зашел в эту игру, проверил, и действительно здесь баланс стоит 50 на 50. Давайте вернемся в Forza Motorsport 7, вот, продолжим карьеру, я даже не помню, где я там закончил эту игру, помню, что у меня сгорела жопа в очередной раз от этого проекта, и посмотрим, что у нас там по настройкам. Вот у нас есть автомобиль, BMW, М4, судя по всему, я предполагаю, загружается там какая-то трасса, не суть. Погнали, залезем в модернизацию. На самом деле, я только что катался в одиночной игре и крутил уже тюнинг этой тачки. Да, конфиг сохранился, но я хочу еще кое-что сделать, даже нет, я сделаю сейчас... Блин, мне бы хотелось бросить конфиг по умолчанию, но я что-то не вижу такой возможности. Ну, короче, я опустил довляк, и хочу его еще сделать ниже. Сделаю на морду 1,9 бар, а на задницу 1,8. Передачи у нас здесь стоковые передаточные числа, развал схождения, я увеличил. А, ну тут видно, где был сток, нет, не видно. Было что-то в районе 2 градусов, я делаю 2,8 градуса на морду. Хотя можно и 3 градуса даже сделать, нет, 2,8, мне кажется, достаточно будет. Все-таки это у нас не гоночный автомобиль. Вполне себе, полтора градуса развал на жопу. Кстати, можно крутить на BMW M4 аэродинамику, это прикольно. Торможное вот усилие, так вот, по умолчанию оно действительно было 50 на 50, с давлением в 100%. Это в корне неправильно, и это действительно создает проблему на торможении. Я еще обращал внимание, особенно передний привод. Здесь, когда ты бросаешь газ и начинаешь тормозить, жопа пытается перегнать морду. И у меня неистово с этого бомбило. Короче, ставим 65%. Вот как-то так. В принципе, это все настройки. Все, друзья, вот на таком конфиге мы применяем конфигурацию. Попробуем сейчас проехать. Итак, что у нас там за трасса-то? Судзука, вся трасса. Альт, чтобы это не значило, альтернативная, видимо. Давайте проедемся. Можно было бы еще проверить, что у меня там по драйватарам. Какая сложность, а не сложность драйватаров. Сложность драйватаров у нас очень опытный эксперт, профессионал. Непобедимый. Давайте сделаем профессионал для начала. Даже нет, эксперт. Давайте эксперт. Вот начали на расслабоне. Первую гонку. Кстати, к сожалению, пока что у меня не работает моя многофункциональная панель, которая прикольно смотрится в кадре. Но сразу говорю, что в будущих сериях мы это поправим. Тут возник конфликт драйвера 2D, поскольку я сижу на этой самой подвижной платформе. И одновременно панели и платформа не работают. Но это временное решение. Это мы пофиксим. Короче, не суть. Смотрим, как оно по физике. Кстати, почему-то 72 кадра всего лишь навсего. Монитор у меня 4К, 144 Гц. Ну да ладно. Сделают мне вид с салона? Да, сделают. Понесла. Сейчас посмотрим, что оно такое. Ну ладно, я прокатился на Хокинг Хайм Ринге. Буквально там один круг. Ну-ка, оттормозимся. И могу сказать, что с торможением в принципе все стало окей. Правда, какая-то странная чувствительность руля. Кстати, мой руль Симэджик. Альфа мини база. Естественно, не поддерживается в Форце Моторспорт. Ну-ка, залезу-ка я тут где-то. Блин, они что вообще плетутся? Я пробую по траве их атаковать. Не поддерживается. И мне пришлось эмулировать... Блин, всю мою технику. Твою мать, зараза. Эмулировать под Logitech G27, друзья. С помощью GIMX я это без проблем сделал. Сносит меня. Так вот, сильно какая-то чувствительность руля. Ну, то есть вы видите, я делаю там буквально чуть-чуть оборот. Рулем вращаю градусов на 5. И машина уже так прилично подруливает. При этом настройки чувствительности я не нашел. Но надо, наверное, копнуть глубже. Но не суть. Так вот, что я хотел бы сказать насчет физики. Ну, это все еще такая, знаете, своеобразная аркада. Однозначно. Но машина меня не кошмарит на торможении. Действительно. И в принципе, я не знаю, как там другие тачки. Надо посмотреть. Но на вот этой BMW M4... Как бы что-то можно даже... Блин. Пытаться вкатиться, но... Тормоза тормозами. Но здесь все еще очень странная шинная модель. И как бы разработчики это понимают, поскольку... Ух ты, бля. А вот в чем прикол. Вот чем отличается эта Сузука. Здесь добавили шикану. Кстати, я иду шестым. И у нас два круга всего лишь на все будет. Но с такой ездой я уже не догоню, наверное, соперников. Надо запомнить эту шикану. Так вот, о чем я говорил. Шинная модель тут, конечно, очень своеобразная. Я не знаю. Наверное, надо пробовать. Может, АБС выключить? Без АБС оттормаживаться. Поскольку мне педали C-Magic P2000 позволяют это делать. Достаточно неплохо. Шинная модель странная. Машина постоянно скользит. Ей не хватает зацепа именно на морде. Вот реально. Морда визжит, скользит и начинает плавать по дороге. Но сейчас я сделал пониже давление. Вроде бы стало лучше. Ну, буквально там два бара на передок. Один и девять на задок. На BMW M4. Все было, прямо-таки, скажем, не слава богу. Я так понимаю, что здесь температура не учитывается. Шин, да, колеса. Вон они просто беленькие. И, типа, когда блокируются колеса, тогда, да, если тормозить не в пол. Это фишка такая, Forza Motorsport. Кстати, какая здесь шикана. Обратите внимание. Ой-ой-ой. Кстати, я чувствую хорошо срыв. В смысле, не срыв. Когда я перекручиваю руль, он такой резко пустой становится. Прикольно. Поскольку драйвер типа Logitech используется. Вот. Немножко бы переработает. Либо, я не знаю. Может быть, на других шинах. Надо посмотреть, какие там сейчас установлены на эту BMW. Будет получше. Ну, прям сильно она скользит. Хотя я понимаю, что резина стоковая. Вот-вот-вот, меня снесло. Резина стоковая. Она будет не очень работать здесь. Но, но. Еще хотелось бы добавить, что при таком минимальном конфиде, ну, прям чувство, не знаю, неприятных там супер ощущений, когда хочется игру удалить и срочно выключить, их нет. То есть, в принципе, в это играть можно. Не скажу, что я прям получаю удовольствие. Есть игры, в том числе, аркады, куда более приятные. Приятные для меня. Но есть и куда более плохие. Привет, Need for Speed, более современные. Так, мы идем четвертыми. У нас последний круг. Пытаюсь этот мерз атаковать. Что-то как-то по внешечке. Не знаю, залезу ли. Можно поувереннее подускориться. Еду, кстати, с траектории на торможении. Поскольку, как вы понимаете, автоспорт это такая тема. Нужно вкатываться, искать точки торможения. На это времени здесь нет у нас. На таких коротких гонках, как вы понимаете. Приходится здесь и сейчас, так сказать, дубасить. Вот. Поэтому я принял решение, что, наверное, будет адекватив. Ой, блин, я забыл за эту шикану. Ну, так, подожди, там где-то есть у меня вот такая кнопка чудесная. Коли уж я провтыкал эту шикану. Удобнее ехать с... Блин, да что ж такое? С включенной траектории. Что, по траве обгоним? Не, кажется, не обгоним. Мог бы чисто совершить этот маневр, и все было бы намного лучше, Сончик. Кстати, я не знаю, может мне эту камеру в этой игре подсместить куда-то? Надо будет подумать. Экспериментируем, друзья, так сказать. Да ты ее... Куда ты лезешь? Немножко борт в борт. Вон, челик там вообще вылетел. Вы не видите. Вам зеркало закрывает моя камера. Я подумаю насчет интерфейса, как бы это все перенести. Дело в том, что на разных машинах все это по-разному может выглядеть. Итак, мы идем уверенно вторыми, но, может быть... Под атакую. Сейчас вот на торможении вот этого американского... Американского этого крайсера было бы забрать. Ой, хорош! Это было очень странно. Ребят, ну, кто бы что ни говорил, но... Я думаю, бессмысленно спорить. То, что Forza Motorsport 7... Ну, это прям аркада-аркада. Но зато красивая. Вот это правда. Йоу! Как бы общаясь с вами криво, что-то как-то приехали. Но, если ехать думчиво, конечно же, это можно и нужно делать быстрее. Ну и плюс надо привыкать к здешней физике. Конечно, с траекторией вполне себе нормуль. Возвращаемся к нашим тараканам. Не скажу, что мне нравится эта физика, но... Сама игра, конечно, приятная. Это правда. Правда, почему 72 кадра? Еще вот такой момент. В принципе, как бы достаточно. Больше, чем на консолях даже, да? Самая мощная консоль в мире и столько не может выдавить. Следующая гонка. Пока идет загрузка. Странная шинная модель. А странно переносится баланс автомобиля там на разгоне, на торможении. Вот, ну, есть такое. Ну, тут уж такое. Либо смириться, либо не играть в это. Но подобных игр, как бы, иногда хочется тоже в них пошпилить. Из, кстати, вот таких аркад. Симкад, аркад, называйте, как хотите. Прикольная. Из последних, Grid Legends. Вот он не пытается выпендриваться, что он автосимулятор, но он реально кайфовый. Дубасить можно. И платформа тоже работает. И все круто. Круто. Так, дали немножко кредитов нам. Следующая... Вы ничему не научитесь, если быть среди нас со слабыми соперниками. Почему бы... Ну, до эксперта. Ну, давай сделаем эксперт. В принципе, логично. Lime Rock. Вся трасса. Никаких альтернативных. Блин, ну, картинка, да. Да, согласен. Классная. Вот такую бы картинку, ребятки. Современные автосимуляторы. Во все... Вот iRacing. Да даже RaceRoom. Air Factor. Был бы вообще просто топ. Вот не хватает им немножко графона. Так, а давайте-ка залезем и просто поржать. Зайдем в тюнинг модернизация. Кстати, настройка рулевого управления. А, ну вот стоит 100%, но руль слишком чувствительный. То есть я поворачиваю в повороты, там где нужно где-то вот так выкручивать руль. Мне нужно достаточно вот так в этой игре. То есть это как-то странно. В принципе, я могу это решить банально увеличить угол выборота в драйвере, грубо говоря. Симэджика, но нет смысла, наверное, это делать. Так, ладно, выходим отсюда. Так вот, где у нас там мастерская модернизации? Вот, друзья. 672. Идем в резину. Шины и диски. Какая у нас стоит резя? Вот мне прям интересно. У нас стоит серийный состав. Есть состав для дрэг-рейсинга. Ага, и серийный. Ну, естественно, что мы оставим серийный. Причем серийный. Обратите внимание, ободок Форца. Колхозинг такой легкий. Кстати, если поставить дрэг состав, то тогда падает рейтинг автомобиля. Ну, ладно. Состав шин спортивный, друзья. Ну, то есть это как бы не совсем серийная, видимо, резина. Ну, то есть я так предполагаю, что это типа полуслик. Да, он даже визуально это полуслик. При этом тачка с доработками, ну, по крайней мере, визуальными. Видимо, это не просто какая-то М4. Какой-то компетишен или что-то такое. Я не особо фанат BMW. Ладно. Кстати, тут же есть такая тема, как где-то модификации. Я уже забыл совсем. Да! Итак, оставайтесь на трассе всю гонку. Можно еще что-то прикупить. ABS вкл. Обычное управление. Кстати, а я на каком управлении еду? Вот это мне прям даже интересно. Симуляция здесь, я точно помню, более нервное управление. И, кстати, возможно, на ней машина будет интереснее себя вести. Хорошо. Устанавливаем... Как это делается? А, вот, пятерка лучших. В топ-5 пытаемся заехать, ставим модификацию. А также остаемся на трассе и получаем 70%. Это три раза может использоваться. Влияние плюс 210%. Кредита. Неплохо. Так, ABS вкл. Управление реалистичное включу. Хотя, насколько я помню, я его называл долбоебистическое. Примерно так. Антибукс вкл. Система курсовой устойчивости вкл. Наверное, пожалуй, оставлю для этих серийных машин пока что вкл. А там посмотрим. Мне кажется, просто, что будет... А давай выключу. Упрощенное. Выкл. Переключение. Ручка без цепа. Она нам не надо. Повреждения. Топливоизнос. Шин аркадные. Топливо. Шины реалистичные. Перемотка вкл. Упрощенное трение. Не надо нам. Помощь при столкновениях. Не надо нам. Да не сгорит моя жопа. Все, друзья. Вроде бы все настроили. Едем. Лаем рок. Да. Трасса. Прокатимся еще раз на этой бэхе. Хотя, можно было бы ее поменять. Старт с хода? Или что происходит? Да, старт с хода. Ну, давайте попробуем. Ну, очень сильная чувствительность руля. Ну, прям капец. Залетаю. Ой, ой, ой. Так, я ж машину бью. Блин, ну это прямо жестко. Машина нервная. Кошмар. Слишком высокая чувствительность. Кто-то шарит в Forza Motorsport 7. Чувствительность руля-то настраивает? А, подожди. Подожди. Я уже даже визуально вижу, что там какая-то херь случилась. Там как будто 540 градусов у меня. Да, ребят, проблема вот чем была. У меня стоит 540 градусов стояло. 60% обратная связь. Все, я это пофиксил вроде бы как. Давайте попробуем. Я думаю, что можно начать эту гонку заново. Я могу перемотку жахнуть. Хоть в этом нам не отказывают. Спасибо и на то. Ну, думаю, что где-то отсюда мы можем поехать. О! Все, понятно. Оказывается, проблема была у меня. Но почему это так случилось, я не понял. Все. Это прямо другое пальто. Работаем. Надо поувереннее долбить. Воу, воу, воу. Машина! Спокуха! Пыталась уработать меня. Физика действительно меняется. Справедливости ради. Я пока что абсолютно не раскатан. Еду, знаете, не уверенно. Постоянно ждешь какого-то подвоха, но сносит передок. Она другая. Она как пластилиновая все еще, но, знаете, такое ощущение, как будто машина стала поживее. И, пожалуй, мне это больше нравится. Я не уверен, что мне АБС в этой игре нужен. Потому что вот в Форзе, даже в Харайзоне без АБС можно ехать быстрее значительно. Да, машинка поинтереснее и поострее. Сколько там кругов-то у нас? Пять кругов. Мы уже идем третьими, друзья. Но я там на старте, конечно, побеспредельничал. Чистый обгон. Надеюсь... Гонка без хода с трассы не проканала. Видимо, где-то я что-то там все-таки побеспределил. Не, ну так получше играть. По крайней мере, опять же, на этой бэхе. Знаете, я такой человек, что все гуд, все гуд. Потом дадут какую-то формулу, как помните? Какой-то Форд или что там было. Кстати, когда я снимал вообще с GoPro на голове. И у меня так пукан подгорел, что... Ой-ой-ой. Сейчас мне даже нравится. Вот такая аркада мне нравится. Немножко позднее торможение. Без проблем. Работаем газом. Да, под сносом, под сносом заходим. Спокойно оттормаживаемся. Машина ведет себя, в принципе, корректно. Боже, неужели я эту игру ругал, реально не обращая внимания. Забивая на настройки, знаете, типа нахерна оттуда лезть. Из-за баланса тормозов. Да уж, друзья. За такие приколы я реально достоин дизлайка. У меня вообще с комьюнити, с Форзой, как-то не задались отношения. Неоднократно были скандалы, интриги, расследования. Слушайте, ну неплохо. Интересно на других тачках погонять еще. Особенно на гоночной технике. Гоночная техника, я помню, здесь была вообще, ну прям, катастрофа. Вот это BMW абсолютно... Ну да. Все еще шинная модель. Она здесь своя, своеобразная. Но я не скажу, что прям ужас, ужас. Можно даже бачком что-то заходить. Могу точно сказать, что драйватарчиков-то надо поднавалить, наверное. Неплохо. Ну же я от них уехал просто. Конечно, основной, знаете, еще момент? Нет времени вкатиться. Садись и дубась. Вот сходу здесь и сейчас. И формула гонки, когда нет квалификации, тебя засовывают в жопу. В данном случае где-то в середину пелетона. Ой-ой-ой-ой, размотала, блин. Еле поймал ее. Засовывают в жопу. И тебе нужно пробиться за... Вот в данном случае 5 кругов. Машина, конечно, все равно нервная. За 5 кругов. Это, ну, такой себе челлендж. И часто он плохо работает, если стоят вот непобедимые драйватары. Вот если они способны ехать в нормальном темпе, то никогда в жизни ты, ну, чисто так точно не сможешь пройти весь пелетон за этих там 5 кругов этой короткой трассы и втащить. Поэтому здесь надо искать какой-то баланс, либо делать гонки более длинными, но кому это надо? С другой стороны фишка. Короткие гонки, безумное разнообразие. Кстати, лобарь засырается, а? На дворнике, конечно же, тут... Ну, типа и нет смысла их включать, ну, помыть стекло. Машина даже пытается вот на перепаде высоты как-то балансировать это шо-то, срываться в занос. На подъеме загружается, на конце подъема разгружается тачка и срывается в занос. Короче, ничего не понял, надо другие еще тачки тестить. Нормально бэх от дубасит, я уехал всех, не знаю, секунд намного. 59.3 лучше круг. Если тут возможность увидеть, чего соперники могут выдать. Еще с мешалкой, наверное, интересно тут погонять. Да, на 6 секунд я уехал от своих соперников. Прилично. При том, что типа сложность мы увеличили. Бугагашеньки. А следующая гонка, друзья, судя по всему, будет финальная в этом классе. Думаю, что на том мы это видео сможем и закончить. Давай, следующая гонка, загружай. Во, пошли, пошли. Одну карточку я не выполнил. Интересно, она сгорает? Да, видите, две, все, а одна просто сгорела, судя по всему. Хорошо. 47 тысяч. Полтора миллиона кредитов у меня имеется. Неплохо. Not bad. Еще АПМ уровень. Ну, как бы тупо вышло, что я спалил одну карту. Мог бы и постараться почище их всех обойти. Дальше у нас Mount Panorama Baterst. Потрясающая трасса. Что, едем опять на BMW? Ну, давай уже на BMW закончим. В принципе, настройка машины меня устраивает. Можно было бы, может, аэродинамики поменьше поддать. Хотя, на этой трассе, как ни странно, при всей ее сложности, ну, вот на GT3 машинах аэродинамики много не делают, чтобы ехать быстро. Еще раз возвращаемся к... Где там у нас сложность драйватаров? Какие они там стоят у нас? Эксперт. Профессионал. Ставлю профессионал на эту гонку. Постепенно, друзья, будем пробовать повышать. Но тут, опять же, еще зависит от нашего автомобиля, насколько мы попадем. Кстати, тут же дождь еще есть. Как в дождь интересно ездить? Наверное, весело. Выпускайте кракен. О, как она переключается там. Аж с пробуксовкой с первой на вторую. Так, вот сейчас точку торможения не профукать. Я забыл карточку поставить одну. Профукал. Там что-то у нас... Понятно. Приехал их, хлопцы. Спасибо. Тогда проблема. Вот, вот опять-таки. У нас два круга есть для того, чтобы всех пройти. Я тогда в серединку лезу. А в серединке тут такой себе бутерброд. Покер. В пол. Ценой автомобиля. Теперь корейская ведрина поехала лучше. И мы тринадцатые, друзья. Получил ли я повреждения? Кстати, там что-то с резиной случилось. Вон, что-то там меняется. Температура или что? Чтобы BMW не едет, или мне кажется. Ух, сносит морду. По внешечке. Отличный обгон. Мы один от степ. Продолжаем. Почему, мне кажется, у меня чеканжи не горит? Ой, страшно, ой, страшно. Так, привет, бетон. Это гора. Ух, здесь прям хорошо зацепилась она. Не, на жопе резина работает, ребят, я вам так скажу. А вот-вот жопа начинает гореть. Из-за вот этих... Вот-вот-то, вот этот момент, когда драйватары, они, мягко говоря, несовершенны. Их езда, несовершенно, блядь. Вы поняли, как я их обгоняю-то? Но, в принципе, это добавляет свой челлендж. Повторю, вот так вот обойти все это кодло. Слушай, ну вот сюда как бы лезть, это максимально минусовая тема. Ух ты, прикольно тут поставили-то. Отбойнички такие себе, чтоб никто не повадно было срезать. Поскольку за срезки, я так понимаю, грани особо карают, да? Форд. В нормальных гонках, в Симрэйсинге, я бы в жизни сюда не лез. Потому что тут не обгоняют. Сносит морду. Получи зацеп, пожалуйста. Я бы сказал, на этой трассе у этого автомобиля даже до хрена сцепление. Вы знаете, я сейчас прям страшные вещи начинаю говорить. И мне прям все нравится. Но мне не нравится то, что сильно зеркальная трасса, конечно. А здесь вообще кочка должна быть... Уоу! Какое раннее торможение! Смогу ли я тормозиться? Не смогу, конечно же. А тут поставили специально для меня вот такую хрень. Но не оттормозился. Я вроде бы пытался там как-то работать. Еще мотаем. С педалью тормоза. И вроде тормозил не поздно. Да, друзья, я все еще не оттормозился. Ну-ка. В пол. И все равно я не оттормаживаюсь по этой траектории, которую рисует игра. Ладно, мы четвертая, насрать. Но с такими приколами надо выключать траекторию и тормозить по ощущениям. Но как тогда проходить это? Потому что каждый автомобиль имеет свои характеристики, свой зацеп, своя аэродинамика, свои тормоза. точки торможения будут отличаться. Я могу в принципе на машине GT3, GT4 или такого уровня проехать вот эту трассу без каких-то проблем в плане точек торможения, потому что я ее хорошо знаю. Но на серийном автомобиле это вообще все по-другому. И вот здесь врет, привирая точки торможения вот это типа траектория. Либо я не разобрался еще как тормозить правильно. Залезу, залезу. Воу! Конечно же я решил его там чуть подвинуть. Плюс траектория очень лайтовая. Так вторая передача можно вот так в пол, вы поняли? И она нормально залетает. На заднем-то приводе. Форза, друзья, вы же знаете, да, потому что Форза по крайней мере Харайзен все ездит подснесло на полном приводе. Борьба за топ-2 без выхода с трассы. Этот притормаживает. Я лечу в стенку, блин! Меня еще так разматывает. Кстати, я только что включал эту игру на платформе. И она у меня не работала. То есть я пытался разобраться с панелью платформы. Платформу я запустил. Все-таки это важнее, чем панель мне явно. И знаете что? Когда не работает платформа, я играю в гонки. Меня пипец как укачивает, ребят. Вот настолько мой организм привык к подвижной платформе, что на данный момент я не способен вот так сходу комфортно себя чувствовать на обычном кокпите. Представляете себя? Вот такие чудеса. Вот такие чудеса. То есть я и платформа это теперь вообще две неотъемлемые части и меня реально укачат. Сходу я еду, на каждом торможении у меня в мозге такое переключение происходит. Так, смогу ли я пройти эту машину? Мне не хватает максималки. Такое впечатление. Нет, нам так не подходит. Перематывайте нас. Вот этом торможении, вот в основном, по сути, это самое такое жесткое торможение на этой трассе. Проблема тормозится. Вообще я противник. Такой херни, как перемотка. Я тебе даже место хотел бы оставить, друг, но не могу. Блин, машина, конечно, да. Опа. Что, придется давить? Ну я, конечно, как мудила последний. Прошел его. Реально, так ездить не надо. Но пристреляться можно. По крайней мере, вот это BMW M4 не все так плохо. Вы знаете, мне даже понравилось. А если вам это видео понравилось, то обязательно прожмите лайк, друзья. Поддержите автора, что ли. Гляди, пройдем ее, а до выхода новой Форци Моторспорт, да? Было бы неплохо. Правда, интересно, сколько времени на это потребуется. Ну вот мы заканчиваем, получается. Эту самую. Да, вот этот чемпионат, так сказать, ну было клево. Было правда клево. Мне понравилось. И вот бонусы получаем. Все отработали. Всего лишь плюс 5500? А они окупаются, эти... Эти карточки? Непонятно. Я думал, там побольше рисуют. Ну ладно. Опа. Мы можем чего? Выбрать. Либо костюм, либо машину. Chevy FLM09. Скидка 400 тысяч. Нифига себе. Стоимость 25 тысяч. Конечно, я возьму эту тачку. Ну естественно, что за 25 тысяч такую брычку средь калеврея у него необычно точно стоит приобрести. Неплохо покатались, друзья. Ну что, нормально ворвались в Forza Motorsport. Седьмую. Надеюсь еще раз, что вам эта серия понравилась. Если таки, да, друзья. Жмите лайк. Подписывайтесь на канал и жмякайте в колокольчик. Потому что, судя по всему, вот эти гонки на мой канал обернутся. По крайней мере, сейчас вот этот руль вернул. Знаете, интерес к гонкам. Мне прям стало интересно разбираться, раскатываться, что-то изучать. Вот Симэджик прям, не знаю, зажег огонек Симрейсерской души, так сказать. И он в рейс-рум. Катаем постоянно. Подписывайтесь на Твич, друзья. На Твич и ТикТок, между прочим. У меня практически каждый день стримы. И в основном мы катаем в рейс-рум Рейсинг Экспириенс. Вот такой Сим. Кстати, присоединяйтесь, друзья. Там сейчас бесплатно весь контент доступен. Можно пощупать. И залетайте на стримы. Буду всем рад. Спасибо вам за внимание. До скорых встреч. С вами был Соней. Гоночные руки. И всем пока-пока, ребят. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова